В Москве много исторических памятников, но не одни лишь творения зодчих повествуют о веках минувших. Деревья, старожилы, столицы – живые памятники незабываемых событий. Стоит лишь отступить от садового кольца, и вы можете оказаться в тени деревьев, сохранившихся с давних времен. Живые, могучие вязые дубы так называемых красных дворцовых садов. Старым деревьям в Коломенском не менее 600 лет. Они застали время, когда Русь отражала натиск татарских орд, и слышали грозную поступь народного войска Болотникова. Древний дуб, современник Петра Первого. В аптекарском огороде, старом ботаническом саду, юный Петр посадил эту лиственницу. Лет сто назад в нее ударила молния, но дерево уцелело. Немало опасностей грозило деревьям. Стихия, войны. Но, пожалуй, самым страшным для них оказался пожар Москвы в пору нашествия Наполеона. Пламя не щадило ни домов, ни парков. Пройдя вместе с людьми и через это жестокое испытание, немногие деревья-ветераны все же уцелели. Москва строилась вновь, и возрождалось ее зеленое убранство. Чистые пруды, Тверской бульвар, места гуляни издавна называли «зеленым клубом». Старый дуб, современник Пушкина. Радуя своей красотой, деревья становились очевидцами все новых событий, храня о них добрую память. Сюда, в Сокольнике, когда эта роща была совсем юной, к ребятам лесной школы приезжали Ленин и Крупская. В те годы Владимир Ильич подписал декрет об охране памятников природы, садов и парков. Совершая полеты в космос, люди никогда не забывают о Земле и, возвращаясь, украшают ее. Вокруг деревьев-старожилов с каждым годом поднимается вся новая порсль. И новые живые памятники и деревья становятся свидетелями знаменательных событий наших дней. Субтитры создавал DimaTorzok